Приветствуем вас! Данный видеоролик покажет вам, как начать пользоваться платформой WolfixNet. После получения логина и пароля, установки платформы на ваш компьютер и ее запуска, перед вами откроется окно логина. В поле логина мы вводим полученный логин. В поле пароль вводим пароль. Если вы хотите, чтобы на вашем компьютере данные логина и пароля запомнились, нажимаете Save Password On и после этого нажимаете Run. Через несколько секунд у вас загрузится основное окно платформы. Что оно из себя представляет? Данное окно представлено в виде MarketWatch, то есть вы видите основные данные по ключевым инструментам с разных бирж мира. Список данных инструментов предлагается вам по умолчанию, но в зависимости от вашего пакета подписки может быть изменен либо ограничен. Также вы сами можете вносить изменения в данный список, полностью удавлять и наполнять любыми интересующими вас инструментами. К этому мы вернемся позже. Что из себя представляет основное окно платформы? Мы видим, что написано MarketWatch, то есть базовая его функция показывать по разным инструментам данные на текущий момент. Переключая инструменты, вы видите, что справа изменяются данные и график. То есть вы видите изменения по инструменту на текущий момент и его график. Перейдем к самому окну. В верхнем левом углу самая основная кнопка находится Component, то есть это компоненты платформы. Нажав на нее, у нас открывается выпадающее окно, где мы видим Charts, графики. То есть здесь вы можете открыть любой интересующий вас модуль или график платформы. Statistics. Закладка позволяет работать с статистическими элементами платформы, таблицами и поисковиками. Order Window позволяет открывать окно ордеров. Это торговый модуль, по нему записано отдельное видео. То есть нажав на надпись Order Window, вы открываете его и он вам позволяет совершать сделки как на тестовых, так и на реальных счетах в платформе. Social. Это чат, новости, рейтинг трейдеров и статистика по трейдерам. System News. Это новости системы, то есть то, что мы вам хотим сообщить о каких-то нововведениях, либо изменения расписания работы и так далее. Откроем, для примера, несколько графиков и потом перейдем к глобальным настройкам основного окна и самой платформы. Для примера, Cluster Profile. Откроем и, допустим, откроем BoxCharm. Вот мы видим, открылись два графика. Нажимая Apply, вы получаете возможность отображения интересующих вас данных. В списке тикеров вы можете выбирать доступные тикеры. Список тикеров наполняется непосредственно вами, то есть, открыв впервые платформу, список тикеров у вас будет пустой. Вы сможете вручную, либо посредством Symbol Lookup вводить сюда тикеры и он будет наполнен. Таким образом, вы сможете смотреть данные тех инструментов, которые вам интересны. На что хотелось бы кратко обратить внимание касательно графиков. Это масштабирование. Масштабирование в графике производится посредством левой кнопки мыши и ее движения. Мы нажимаем на ценовую шкалу, задерживаем левую кнопку мыши и вводим мышкой вверх-вниз. Таким образом, изменяется масштаб ценовой шкалы. Зажимая левую кнопку на временной шкале и войдя вправо-влево, мы меняем масштаб временной шкалы. Чтобы изменить масштаб до изначального, до исходного, вот есть крестик внизу. Также стрелочки позволяют перемещаться в конец графика, в начало графика. И так далее. Более подробно о всех этих функциях есть в других роликах по нашей платформе. Возвращаемся к основному окну. Как и во всех других окнах, в основном окне есть контекстное меню. Во всех окнах всей платформы данное меню вызывается правой кнопкой мыши. Далее. Здесь список до черты. Он имеет глобальное назначение. Все эти опции относятся не только к данному окну, но и ко всем окнам платформы. И ниже идут опции непосредственно данного окна. Теперь давайте каждую из них рассмотрим подробнее. Global Options. Первая строчка. Show Exchange News. Показывать новости биржи. То есть некоторые биржи в течение дня отправляют какие-то новости о перерыве торгов, еще чем-то. Если вам не нужно, вы не хотите их видеть, вы ставите здесь Off. По умолчанию данная функция включена. Windows Order By. То есть список окон в закладке Windows в каждом окне. Он сортируется либо по открытию, либо по имени. То есть вы видите список. Либо по тикеру. То есть группа тикеров. У вас могут быть открыты ряд окон. Классер профайл, блокчарт, реверчарт. По одному тикеру, по второму и по третьему. Соответственно если стоит Windows Order By. То есть сортировать окна по тикеру. То окна будут группироваться по тикерам. По открытию, то есть как они открывались одно за другим. И по имени. То есть соответственно кластер чарт, кластер профайл будет рядом стоять. Бокчарт тоже рядом по разным инструментам и так далее. Confirm Window Close. При попытке закрыть любое окно у вас появляется подтверждение. Хотите вы это сделать или нет. Если у вас такое сообщение постоянно появляющееся напрягает, то вы можете отключить его вот таким образом из глобальных опций. Intelligent Chart Move. On Off. Есть два варианта движения, изменения положения графика по относительно текущей цены. Если включена Intelligent Chart Move On, то минимальные изменения цены не будут приводить к движению всего графика. Если данная функция отключена, то любое движение хотя бы на один пипс вверх-вниз цены будет приводить к движению всего графика. Layout Safe Number of Days. Сохранять количество дней при сохранении layout. Когда вы сохраняете layout, у вас в каждом графике выставлено количество дней. То есть если эта функция включена, то если у вас график был открыт за 10 дней, то на следующий день, открыв layout, у вас произойдет смещение настройки дат на одну дату вперед. И всегда будут отображаться 10 дней. Если Safe Number of Days отключить, то будет всегда добавляться следующий день. Но начальная дата периода, выставленная в графике, будет оставаться неизменной. Disable Screen Saver. Если эта функция включена, то автоматически платформа будет отключать Screen Saver в Windows. И даже если вы отойдете от компьютера, монитор при установленном Screen Saver в целом в Windows. И включенной платформе активной не будет включаться. Chat Sound. Это звук при переписке в чате. По умолчанию вы его можете менять по вашему усмотрению. Chat Beep. Тоже когда кто-то пишет вам гудочек такой, будет в наушниках, либо в колонке звучать. Его можно отключать. Volume Thousand Separator. Это разделение каждой тысячи в числе объема запятыми. То есть можно его тоже включить и отключить. Когда вы смотрите в кластер, в любом другом окне платформы объем, если он превышает тысячу, допустим, миллион акций в каком-то там кластере по какой-то цене на торговой, то каждые три цифры, три нуля будут отделяться запятой. Если отключить, то этого не будет. Price Thousand Separator. То же самое. Включить и отключить разделение на тысячу. Auto Scale Font Size. Автоматические масштабирования размера шрифта на ценовой шкале. То есть когда вы сжимаете, либо разжимаете масштаб ценовой шкалы, то при включенной этой функции автоматически будет меняться размер шрифта. Copyright Position. Left, Right. То есть вот вы видите, у нас есть надпись WolfixNet. В зависимости от того, где у вас будет установлено, она будет находиться либо слева, либо справа на графике. Date Scale Font. Это размер шрифта даты. Когда вы смотрите на любых графиках период более одного дня, сжимаете временную шкалу, там отображается дата. То есть начало суток. И именно к этому параметру имеет отношение данная настройка. То есть размер шрифта этой даты и ее цвет вы можете выбрать самостоятельно. Contract Line. Line Font and Color. Вы выбираете, когда смотрите несколько контрактов, тоже на графике, это относится к производным инструментам, в первую очередь фьючерсам. Вы можете видеть, где находится линия пересечения контрактов предыдущих и текущего, либо нескольких предыдущих периодов. Соответственно, тоже это настройка цвета линии и Line All Time Frame. Эта настройка касается линий. Причем у нас есть отдельное видео по настройке линий. Но в целом скажу, что при включенном постановка линии на одном из временных интервалов, на одном из таймфреймов, будет применяться ко всем остальным. То есть переключаясь между 5, 15 и 30 минутами на одном и том же графике, вы будете видеть эту линию, поставленную на одном из этих таймфреймов. Если эта функция отключена, то линия будет отображаться, допустим, поставленная на 5-минутном, только на 5-минутном интервале. При переключении на 15 ее видно не будет. Далее, Label, Node Position. Это тоже касательно настройки линий. То есть вы можете к линии, вот как видите, вот здесь, Today Max Volume, допустим, на линии написано, прием текущего дня. То есть вы можете выбирать ко всем линиям расположения данных надписей. Слева вверху, по центру и справа внизу. Далее, Custom Profile Transparency. Есть параметр выбора кастомного, так сказать, выбранного профиля на графике. В первую очередь это касается кластер профайла. Когда вы выбираете, объем за выбранный период отображается в виде гистограммы. И прозрачность этой гистограммы можно настраивать непосредственно здесь. Кластер профайл TPO Size. Тоже размер TPO по умолчанию можно выставить. Он будет сразу, если вы включаете TPO, то размер его будет 70%. Вы можете в глобальных опциях это менять. Custom Profile View Value. Это видеть ли числовое отображение в кастомном профиле, о котором я только что говорил. То есть можно видеть и гистограмму, и числовое выражение объема. В данном случае оно включено. Можно его отключать. После изменения нажимаете Apply и опции применяются. Следуем далее. Global Hotkey. Глобальная настройка горячих клавиш. Эти горячие клавиши можно применять во всех окнах платформы. Первая строка. Symbol Lookup. Ctrl L. То есть открытие символа Lookup по поисковике символов. Ctrl L. Поставив сюда курсор, вот второй символ Lookup не настроен. Если вам нужна горячая клавиша, вы можете выбрать любую удобную для вас комбинацию. Ctrl Q допустим. И она будет применена. Либо ее удалить. Hide Control Panels. Спрятать панель управления. Тоже применительно ко всем окнам. Stay on Top. Также можно назначить горячую клавишу. Когда вы работаете с каким-то окном, нажимаете горячую клавишу, и это окно будет поверх остальных находиться. Main Window. Переход к основному окну, то есть к нашему Market Watch, который мы сейчас рассматриваем. Ctrl M. Setup меню. Вызов сетапа. Alt M. Line Copy. Копирование линий. То есть все линии, которые у вас на текущем графике, с которым вы работаете, есть, вы можете скопировать, нажав Ctrl G. Либо назначив свою какую-то горячую клавишу. И затем, перейдя на другой график с этим же инструментом, нажать Ctrl P и вставить все эти линии на график, чтобы не переносить их вручную. Show Draw Tool. Показывать инструменты для рисования. Ctrl D. Переключение между десктопами. Alt D. Line Type. Изменение типа линии. Alt L. Desktop Switching. Переключение тоже между десктопами. То есть Ctrl L. Если у вас открыто несколько десктопов и стрелочка вправо-влево позволяет перемещаться между десктопами. Оговорюсь, Desktop это вызов меню десктопа. Move Chart. Перемещение графика. То есть стрелочками вверх-вниз, вправо-влево можете перемещать график. Если у вас открыт большой период, вы можете быстро перемещаться по графику. Зажав Shift и также используя стрелочки. Zoom Chart. Это увеличение масштаба и уменьшение масштаба. Также Ctrl и стрелочки. Windows Switching. Переключение между окнами. Ctrl Shift и Tab позволяют оперативно переключаться между окнами. Также изменив настройки, нажимаете Apply. Тем самым их применив. Alert Options. Опции по алертам. Смотрите, мы позволяем отправлять алерты на email. Вы можете активировать это. Alert об открытии нового трейда. Также может приходить на email. Если вы работаете с инвестором или еще кому-то. Просто хотите сообщать об открытии позиции. Вы вводите сюда необходимый email. На который будут, собственно говоря, приходить эти сообщения. Price Alert Beep. Это звук ценового алерта. То есть, когда он срабатывает, начинает пикать в колонках звук. Можно выбрать сменить звук ценового алерта. Также включать или выключать алерт на объем. Также изменить звук алерта на объем. Включать или отключать по совершению нового трейда. Также изменение его звучания. То есть, вы можете выбрать какой-то звуковый файл, который вам удобен. Alert Position. Маус. То есть, это означает, что алерт визуальный появится там, где находится у вас сейчас мышка, активное окно. Либо в том окне, где, собственно говоря, алерт назначен. Опять-таки, Apply применили. Symbol Priority. Вывал приоритета символов. На некоторых биржах бывает такое, что символы совпадают между собой. То есть, допустим, самая распространенная у нас проблема, когда у клиента подключены и западные фьючерсы, и биржа Forbes. Там на Forbes C контракт. Это фьючерс на пару доллар-рубль. А на Comox серебро тоже C. То есть, если у вас есть приоритет какой-то, вы можете выбрать биржу в приоритете. И также выбрать тип фьючерса. То есть, также некоторые символы фьючерсные и, допустим, акции могут совпадать. Поэтому можно выбирать приоритет по символам. То есть, соответственно, какой приоритет будет выставлен, тот символ и будет открываться у вас на графике при ручном введении. Current Price Color. Цвет текущей цены. На графике фон. На графике цвет шрифта. На графике цвет времени. На шкале фон. Если цена у вас на шкале, здесь текущая двигается, то у нее фон белый. Шрифт черный. И цвет линии текущей цены. Серый. Тоже Apply. Применили. Настройки. Dom Chlor. Также цветовые настройки по стакану. Аске, биды, дельта, вверх, дельта, вниз. Уровень дельты, это разница между бидами и асками. Flow Ask, Flow Bit. Рамка, время, история. То есть, когда стакан уходит с того места, где он был. И значения по последнему биду или аску, они отображаются серым цветом на графике. Гистограмму всегда показывать или не показывать. То есть, помимо числового выражения, бидов, асков, показывать гистограммное отображение, либо нет. Гистограмм Always Bit. Вот цвет Always Ask. И гистограмма, дельта, гистограмма. Также Apply нажимаем. И следуем. Далее. Экспорт, импорт, лейаутов. Вы можете сохранять лейауты. Мы к этому еще пройдем. Что такое лейаут? То есть, лейаут это сохранение всех, расположение всех окон и ключевых их настроек для использования этого при следующем запуске. То есть, запустив платформу даже в другом месте, вы можете спокойно открыть все те же окна, которые у вас были, если вы их сохранили в лейаут. Также их можно экспортировать и импортировать. Данные лейауты. Change Password. Вы можете изменить пароль, который вы получили. Даже мы это рекомендуем делать. От платформы. Самостоятельно. То есть, ввести текущий пароль. Два раза новый пароль. И пароль от доступа, от вашего логина Wolfix будет изменен. Maintains. Поддержание. Можно везде, если у вас большие списки тикеров, либо вы решили торговать вообще друг другу. Другие инструменты на данном логине Wolfix. Вы можете очистить историю тикеров. То есть, все списки во всех окнах тикеров будут очищены. И пропадут предыдущие. Clear Win Positions. Тоже, если вы хотите расположение окон обнулить, то есть, платформа при открытии на каждом из компьютеров запоминает расположение каждого из окон и открывает его потом в том же месте, где в предыдущий раз. Соответственно, нажав Clear Window Position, вы можете очистить историю и окна будут открываться на основном мониторе, если у вас их несколько. Чар. Включение, отключение графика. Оно дублируется как сверху, так и снизу. Далее, Synchron Mode. Интересная функция. Она также, вы видите, есть в контекстном меню и есть в верхней панели управления. Когда мы ее активируем, мы видим, здесь открывается список открытых на данный момент окон. Вот смотрите, мы выберем, допустим, BoxChart сначала. Вот мы его подключили. Что это означает? Теперь BoxChart засинхронизирован с окном MarketWatch. Если мы в MarketWatch будем переключать символы, то автоматически символ будет меняться и в том окне, с которым оно засинхронизировано. То есть, вот мы переключаемся, мы видим, что внизу в BoxChart изменяются инструменты. Отключаем режим синхронизации и следуем далее. Column Setup. Это setup по настройке колонок MarketWatch. То есть, мы сейчас видим, что включены High, Low, Today, Max, Volume, Open, Price, Today, Volume, Last, Price, Type. Допустим, мы можем отключить какую-то и подключить какую-то колонку. Мы видим, что набор колонок у нас изменится. Tickers Group. По умолчанию, как я вам уже говорил, здесь добавлены ключевые тикеры с всех доступных у нас бирж. Но вы можете изменять, то есть, добавлять 7EFX, это валюты, Dow30, Eurex и так далее. С разных бирж добавлять, у нас есть базово созданные группы тикеров. Вы можете удалить все тикеры. Вот у нас чистое поле. Добавлять тикеры вручную. То есть, создавать собственный список тикеров. Либо, как я уже сказал, вот есть Tickers Group. Вы можете выбрать и добавить их автоматически. Ticker Color. То есть, выбирать цвет каждого тикера вы можете настроить. То есть, можно настраивать разными цветами. Тикеры. Удалить какой-то конкретный тикер. Далее, List Options. Это опции данного списка. List это список списка MarketWatch. То есть, мы можем здесь менять шрифт, его размер, фон. Второй фон. То есть, вы видите, восприятие картинки и самих цифр. Мы видим разные фон у двух соседних строчек. То есть, вы можете менять цвет выбора. Вот синим, когда выбираете этот или иной тикер, подсвечивается синим. Цвет списка. Вот вы видите серенькие цифры, там где нет изменений. Цена вверх, если идет. Цена вниз изменения. Цвет. И цвет сетки. То есть, Grid. Вот он черненьким настроен. Также, при изменении нажимаем Apply и применяем. Chart Options. Это опции всех касательно данного графика, который у нас отображается справа. Настройки шрифта, цвета и так далее. Всех зон. Здесь их много. Но, в принципе, все интуитивно понятно. Символ Lookup. Поиск символов. Есть отдельное видео по данному. По настройке. Как искать символы и как их применять. То есть, рекомендуем вам также ознакомиться. Lines. Копирование линий. Вставка линий. Удаление. Всех ценовых и временных линий удаления. Desktop. Вызвали управление. Можно создавать десктопы. Также есть отдельное видео по данному. По настройке десктопов. Stay on top. Оставаться вверх. И сохранить профайл. О чем еще хотелось бы сказать. Сверху мы видим Setup. Также здесь дублируются все ключевые функции из контекстного меню. Которые мы только что с вами рассмотрели. Layout. То есть, когда у вас открыто несколько окон. Допустим, как у меня сейчас. Есть уже кластер и бокс. Вы можете сохранить layout. И он у вас будет храниться. То есть, при запуске логина данного логина Wolfix в любом месте. Вы сможете открыть этот layout в таком же формате. Также есть layout по умолчанию Last Close. То есть, последнее закрытие. Когда вы закрываете платформу. У вас автоматически сохраняются все те окна, которые были открыты. Это в принципе удобно. Если вы забыли сохранить layout. То всегда можно воспользоваться данной функцией. Window. Переход между окнами. Вот. На этом данное видео заканчивается. Благодарим вас. И удачи. До новых встреч. Еще встреч. Продолжение следует...